Детский дом Виктория стал темой для бурного обсуждения. Стало известно, что его воспитанников переселят. Эта тема возникает не в первый раз. Вопросов много. Зачем, куда и главное, что будет с корпусами детдома и землями, на которых они расположены. В истории со множеством неизвестных попыталась разобраться моя коллега Виктория Базгадзе. Она сейчас на состудии Вика. Что удалось выяснить? Да, Лена, история впрямь запутана. Тут и интересы самих детей-сирот, и давно назревшая необходимость оптимизации, и слухи о земельных аппетитах. Вопросов, как в хорошем детективе. Правда, в отличие от детектива, просто сказать, что убийца дворецкий не получится. Аргументов у ведомства, которое приняло решение о закрытии детдома, много. Сомнений в том, что аргументы эти единственно верные, тоже. Но все же мы попробовали, если не распутать клубок, то хотя бы узнать мнение всех заинтересованных сторон. И вот что у нас получилось. Просто погулять на улице для этих ребят уже неинтересно. Каждый раз они придумывают себе что-то новое. Мечи и прыгалки остались в комнатах. Сейчас главные игрушки, лопата и металлоискатель. Мы копаем, ищем что-нибудь, железо, монеты. Надеемся найти драгоценности и разбогатеть. Найти клад – мечта, наверное, каждого ребенка. И воспитанников детского дома «Виктория» она тоже есть. Многие другие уже начали исполняться. Мальчики были на одном из матчей чемпионата мира по футболу, девочки ходили на концерт известного поп-исполнителя. Каждый день приносит что-то новое. Каждый день кто-то играет в телефоне, кто-то на велосипедах ездит. Но в основном мы сейчас готовимся в Анапу. Много раз были в Анапе, на поезде, на этих ездили, на автобусах туда. Детство даже в детском доме должно быть безоблачным. Взрослые стараются как могут. Получается не всегда. В детдоме два корпуса – спальный и административный. Спальный построен относительно недавно на деньги благотворительного фонда. Здесь все удобно и красиво, а вот административный давно не отвечает требованиям. Впрочем, и это не главное. Основная головная боль работников детдома – пищеблок. У нас протекает крыша. После дождей невозможно готовить. Когда повара наши готовят, льется дождь. И очередной раз упала глыба. Вот это стукатурки. И в это время, когда стоял наш шеф-повар. И когда она отошла, вот это разбилось, вот разбилось. А если бы она не упала, она бы, наверное, не знаю, погибла. Плесень, потеки и сырость. Даже не специалист сразу скажет – готовить здесь нельзя. Однако готовят очень давно. Пищеблок находится в 150 метрах от основного корпуса. Каждый день дети на тележках возят себе еду в административное здание, которое тоже, мягко говоря, не очень. Нашему детскому дому 18 лет. Мы функционируем с 2000 года. И, в общем-то, все это время нам говорили, что для более комфортных условий для детей либо будет пристройка к этому зданию, к основному, либо в последующем детей будут переселять в различные какие-то новые здания. Нам обещали, что будет построен новый детский дом. Считаю, что являются вынужденной мерой – это переселение детского дома. Слухи о переселении действительно ходят давно, но в этом году они получили официальное подтверждение. Детский дом «Виктория» и детский дом «Хурутен» будут объединять. Мы планируем объединять путем слияния, потому что на базе детского дома «Хурутен» создаются все условия в соответствии с требованиями, определенными правительством Российской Федерации. «Хурутен» расположен на улице Бзарова. Это район Китайской площади. Сейчас там живет 31 воспитанник. Всего помещение рассчитано на 60 человек. То есть еще 26 детей из «Виктории» принять могут. «Хурутен» – это два корпуса и 8 групп детей в перспективе. Месяц назад здесь начался ремонт. На спонсорке и деньги отремонтировали актовые спортзалы, швейный цех и некоторые комнаты. Еще откроют новую группу. И с пищеблоком дела здесь обстоят по-другому. От кухни до столовой всего лишь пару метров. Повара передают поднос с едой. Дети берут его и проходят за свое место. Причем это не единственное столовое. Буквально через месяц здесь откроют еще один зал для приема пищи. Персонал детского дома – 70 человек. Говорят, принять ребят из «Виктории» готовы хоть сейчас. Морально и физически мы, конечно, готовы принять детей. На взрослые педагоги, которым доверяют дети, они перейдут вместе со своими детьми. И в этом случае и момент социализации их здесь, и момент адаптации их здесь, он пройдет очень гладенько. Казалось бы, все логичное. С худших условий детей переселяют в лучшие. Но за вопросами безопасности и оптимизации объединения двух детских домов встает сразу несколько других. Спорных, вытекающих один из другого. Почему детей выселяют из экологически чистого района водной станции в сомнительной в плане экологии промышленной? И что будет с землями, которые освободятся после переезда? Здания детского дома «Виктория» располагаются на трех земельных участках, которые принадлежат трем разным владельцам. Вот это основной участок, 45 соток, он принадлежит республике. Это административный корпус. Раньше здесь занимались и учились дети, но сейчас это здание практически пустует. Корпус, где ребята живут и занимаются сейчас, вот он. Он расположен на частной земле. Владелец фонда «Лавар». Два года назад его учредители подарили здание детскому дому. Странный факт. Выписки из госреестра, статус постройки – нежилое здание. Землю фонд отдал детдому в безвозмездное пользование. Договор продлевают каждый год, и который станет последним – неясно. И третий участок земли, как видно, самый большой, тоже принадлежит частному лицу. На этой территории находится пищеблок «Виктория», причем частная земля была не всегда. В советские годы здесь был лагерь «Ракета». После земля перешла во владение профсоюзов. Потом ее продали. С 2003 года этот участок перепродавали пять раз разным лицам, зарегистрированным в разных регионах России. Пока владельцы менялись, руководство «Виктории» активно использовало здание пищеблока. Причем не только они. В старых корпусах лагеря живут беженцы. Нынешний владелец земли – Осман Карсанти. Один из пяти предыдущих владельцев разрешил пользоваться детскому дому пищеблоком столько, сколько нужно. Но, видимо, последнему это надоело. Представители одного из собственников уже появлялись и просили нас по возможности освободить его территорию. Это как раз таки территория, где сейчас находится пищеблок. Приходили они примерно полтора месяца назад. Ну, сроков, как таковых, они нам не предъявляли. Однако просили по возможности освободить эту территорию. Естественно, я сообщил своему руководству, Минобразованию, о том, что такие претензии к нам есть. Их действия? Пока что никаких действий не было. Мы ждем все-таки, какой вопрос будет решен. Молчит и Осман Карсанти. Пятый владелец самого крупного участка отказался рассказать о своих планах на землю. Фонд «Лавар» тоже не делится планами. Минучредители, а это Руслан Бек и Каев и Олег Хацаев, а также исполнительный директор фонда Алан Уадати, от комментариев отказались. Что будет с построенными специально для воспитанников «Виктории» корпусом, когда детей все-таки переведут, неясно. В соцсетях пользователи делятся предположениями. Говорят, на лакомом куске земли в курортной зоне откроют очередной ресторан. Но доказательств пока нет. Ответ нашелся только на один вопрос. Что ждет участок земли, который принадлежит государству? Что касается земельного участка «Виктории» 45 плюс 14, он остается в собственности республики. Никаких по нему вопросов нет и быть не может. Что касается объекта, то объект также в собственности республики. Никаких обременений по нему нет, никаких вопросов по нему не стоит. Чтобы имущество вывести из оборота государства, не просто так его сделать, чтобы взять кому-то что-то подарить или что-то сделать. Это должно быть решение. Мы должны, министерство государственного имущества, изъять в казну объект плюс земельный участок, затем по нему принимать определенное решение, на заседание правительства вынести и потом уже дальше двигаться по плану. Но таких у нас планов на этот объект нет, я их первый раз слышу. Денег на капитальный ремонт административного корпуса тоже нет. Да и зачем, говорят в Минобре. Число детей-сирот в республике год от года сокращается. Еще в 2015 году воспитанникам детдомов было 213, сейчас 98. Самое время закрывать детдома за ненадобностью. В ведомстве подчеркивают, только потому более ветхая и частично расположенная на частной территории Виктория и оказалась первым кандидатом на вылет. Виктор Эбазгадзе, Алан Суанов, Чурмен Сураев, Константин Хитагуров, Хеток Туаев. Новости Осетии.